Вот такие вкусные и красивые кексы я готовлю всего за 5 минуток, без духовки, без миксера, в общем без заморочек. Десерты в магазине я больше не покупаю, чем здорово экономлю семейный бюджет. При этом все счастливы и довольны, ведь к чаю дома всегда есть чем полакомиться. Хотите рецептик? Тогда смотрите это короткое видео сами и обязательно делитесь ссылочкой с друзьями. Жмите лайк, вам ведь не сложно, а мне будет приятно. Итак, в глубокую посуду разбиваю 2 куриных яйца, добавляю половинку чайной ложки соли и половину кружки сахара. Слегка перемешала и наливаю треть кружки подсолнечного масла без запаха. Снова перемешала, смотрите консистенция выходит как у меда прям. Теперь добавляю полную кружку молока 2,5% жирности и теперь тщательно перемешиваю, чтобы растворился весь сахар, это быстро. Отмеряю 1 чайную ложечку пищевой соды, вот так без горки. Теперь перекладываю в большую ложку и отжимаю сверху парочку кусочков лимона, чтобы покосить соду. Можно гасить в принципе уксусом, если у вас к примеру нет лимона. Хорошо смешиваю соду с лимонным соком и добавляю в чашу. Все тщательно перемешиваю. Теперь на этой стороне терки натру цедру одного вкусного апельсина. Кстати, апельсин я тщательно предварительно промыла с губкой и смыла. Старайтесь снимать самый верхний слой цедры, чтобы не доходить до белого, иначе будет немного горчить. Запах просто обалденный! Я обожаю аромат апельсина. А вы хорошенько смешиваю. И теперь через сито небольшими порциями просеиваю муку высшего сорта. Каждую порцию тщательно смешиваю, чтобы не было комочков. Муки, кстати, у меня полторы кружки. Я отмеряла муку той же кружкой, которая отмеряла молоко, сахар и масло. Когда я ввела всю муку, добавляю какао-порошок. Сначала 1 столовую ложку с горкой. Просеиваю через сито тоже, чтобы не было комочков. Потому что вот эти комочки потом очень сложно смешать. Затем вторую ложку с горкой. Все тщательно-тщательно перемешала. Все! Тесто готово! Достаю из микроволновой печи чашу и силиконовые формы для кексов. Смотрите, они бывают сразу вот такие. У меня была такая прямоугольная из шести секций. И она просто не помещалась в мою микроволновку. Я решила, почему бы мне не вырезать эти формочки. И вот теперь, смотрите, они прекрасно помещаются у меня на чаши. Наливаю подсолнечное масло и смазываю все формочки. Так кексики точно не прилипнут. Придвигаю чашку с тестом. И вот так в каждую формочку наливаю по 3 столовых ложки теста. Ни больше, ни меньше. Почему? Да потому что тесто здесь выходит ровно на 12 кексов. Теперь формочки надо потрясти, чтобы вышел весь воздух из теста. Иначе в них потом будут полости. И все отправляю на самую большую мощность в микроволновку на 5 минут. Ни на 6, ни на 4. Ровно на 5. Это проверено. Если передержите, тесто станет твердым, высохнет. Если не додержите, они будут сырые и мокрые. Вот такая красота. Вынимаю все кексы из формочек. Не жду, пока они остынут. И выкладываю на доску, чтобы они остывали. Смотрите, очень важно, чтобы доска у вас была, к примеру, хлебная. Чтобы она ничем не пахла. А то, если, к примеру, вы на этой доске только что резали лук. И теперь разместите здесь кексики. Кексы обязательно впитают неприятный запах. Освободившиеся формочки я быстренько смазываю маслечком. Разливаю оставшееся тесто. Смотрите, как в аптеке. По 3 ложки в каждую. Вот так. Ставлю на чашку. Потрясла, чтобы вышел воздух. И отправляю выпекаться. 5 минут. Вот такая красота. Посмотрите, какая это прелесть. В этом рецепте не бывает неожиданностей. Этот рецепт получается всегда шикарно. Если гости на пороге, этот рецепт палочка-выручалочка. Если просто захотелось вкусняшку к чаю, то и в магазин идти не надо. А главное, вы знаете, из чего этот вкусный десерт. Это тоже, кстати, немаловажно. Если вам понравился мой рецепт, жмите пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. У нас на канале много вкусного, полезного и интересного. Пишите комментарии. Мне это особенно ценно. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новых вкусной и интересной встречи. Пока-пока.